Купить кисти на Алиэкспресс. Привет, я Дарья Поздняк. Сегодня мы поговорим о кистях с Алиэкспресс. И какие кисти для акварели можно купить. Итак, есть один магазин, я оставлю ссылочку внизу под видео. Вы сможете каждую кисть посмотреть по цене, из чего она состоит, и определиться для себя, что вам нужно, что подходит, а что не подходит. Итак, начнём. Первое, наверное, мой фаворит, это вот эта кисть. Она заявлена как колонок и синтетика. Я точно не помню, что там в описании, но точно там было сказано про колонок. И в принципе всё похоже на то, что это сочетание колонка и синтетики. У меня это вот одна и та же кисть, просто разных номеров, шестёрка и восьмёрка. Из этих кистей, наверное, это одна из самых удачных. Единственное, что у них, у этого магазина почему-то нет совсем маленьких размеров этой кисточки. Вот я бы себе взяла бы самые маленькие, какие только бывают в этой линейке, потому что вот эти кисти классные, но для больших мест мне больше нравится использовать более мягкую кисть. А эта кисть всё-таки она такая, она очень хорошо держит форму. Сейчас я вам покажу. У неё обалденный кончик, она набирает, может в себя взять очень много краски. Посмотрите, какой у неё кончик. Это просто волшебство какое-то. То есть вот такой большой кистью на самом деле можно делать очень тонкие маленькие деталички. Потому что все кисти, которые я вам сейчас буду показывать, они имеют вот такой обалденный кончик. Сейчас для сравнения я вам покажу обычный старенький колонок. Колонками уже давно не пользуюсь, просто для примера вам досталось, чтобы вы увидели, что такое обычный кончик. Вот. Вот это обычный кончик. Дальше. Про эту кисть я уже сказала. Это такая же, только большая. Следующая кисть, которая мне тоже очень понравилась, она полностью синтетика. У них на сайте её можно узнать по её ручке. У меня почему-то она погнулась. Это на самом деле синтетика такого цвета. Она как-то так покрашена. То есть я не заметила, чтобы в этой кисти были какие-то другие ворсинки. Это просто покрашенная синтетика изначально. Вот этот зелёный оттенок появился, когда я рисовала много синими и голубыми. Но кончик у неё такой рыжеватый, действительно. Покрашенный в этот рыжий оттенок. Сейчас я вам тоже продемонстрирую её кончик. Она мне немножко погнулась. Стояла неудачно как-то во что-то упиралась. Сейчас попробую ей сформировать её кончик, который у неё тоже неплохой. Вот. Эта кисть мне тоже очень нравится. Я бы тоже взяла её помельче, более маленького размера. Дальше. Вот эта кисть заявлена у них, по-моему, как то ли натуральная белка, то ли натуральная белка и синтетическая белка вместе. Вот я не помню. Ну, вообще, я не очень советую опираться на их описание, потому что, ну, у них немножко другой колонок. Я вам сейчас покажу, вы это увидите. Они у меня все что-то прострепались. Там штора попала в стаканчик с кистями, и они как-то высохли кривовато. В общем, надо их привести в божеский вид. Эта кисть мягче. Мягче вот этих предыдущих, но у неё тоже классный кончик, и она выпрямляется всё-таки. По сравнению, вот если взять натуральную белку, натуральная белка не вернётся. Вот если с ней вот так делать, не вернётся, не выпрямится. Эта белка более-менее выпрямляется, потому что она то ли сделана полностью синтетики, то ли здесь гибрид, не синтетики, белки, то ли эта кисть сделана полностью из белки, то ли здесь гибрид настоящей белки и имитации белки. Возможно, что два в одном. Но, в принципе, я кистью довольна, я супер мягкие кисти не люблю, белку не люблю, поэтому эта кисть вполне обладает, отвечает моим требованиям. Вот эту кисть я бы как раз купила бы побольше для больших широких заливок. Потому что она больше держит воды, и она меньше будет травмировать нижний слой краски, который вы уже положили. Потому что вот эти вот кисти, нижний слой, всё-таки они такие довольно жёсткие, они могут его немножко задевать. Работать ими нужно более аккуратно. Ещё одна кисть с использованием белки. Я тоже не помню, что там про неё писали, но вот мне она как-то не очень понравилась. Ну, во-первых, у неё необработанная ручка. Она выглядит как-то реально неопрятно. И она как-то вот даже вот какая-то суховата. Она даже сейчас у меня не хочет промокать водой, напитываться. Она всё равно остаётся какой-то... В общем, эту кисть я не поняла. Да, она тоже держит кончик, может быть, не так идеально, как все остальные, но при всём при том... Ну, мне она показалась какой-то нелепой. Я вот эту кисть не советую брать. Очень странно. Потом. Вот такие две кисточки складные. Они заявлены очень удобно, что они складные кисти. И что их можно вот так вот сложить полностью. Я сейчас складывать не буду, потому что вот здесь ворсинки оттопыриваются и травмируют кисточку при закрывании вот в этот вот чехольчик. Получается, что в складном варианте эту кисть можно взять только маленький номер. Вот смотрите, у меня шестёрка, и она уже с трудом заходит в колпачок. Скорее всего, боковые ворсинки будут цепляться. И плюс ещё, что потом её всё равно нежелательно после работы собирать, потому что если вы её не просушили, она либо скиснет, либо сгниёт. В общем, что-то с ней будет нехорошее. И смотрите, несмотря на размер этих кистей, колпачок всегда будет одного диаметра. Поэтому восьмёрку точно мы в колпачок не запихнём. То есть, чтобы её собрать, можно взять номер только меньше шестёрки. В остальном кисть очень красивая, очень удобная в руке. У неё потрясающий длинный кончик. Просто это самый длинный кончик, который я видела в своей жизни. Ну, который вот я держала и которым работала. Сейчас я покажу вам. Она очень хорошо сама собирается. И она действительно похожа на колонок. Но я бы всё-таки сказала, что она немножко пожёстче. Я вот этими кистями, ну, или такая же, или пожёстче. Просто у меня есть одна кисть любимая из рублёвских. Я вам сейчас её покажу. И вот этот вот колонок, заявленный здесь, он чуть-чуть жёстче, чем та кисть. Просто я давно колонком тоже не работала, мне сложно сравнивать. Вот, видите, какой обалденный кончик. У рублёвы есть вот такая кисть. А здесь колонок в сочетании с синтетикой. У неё тоже классный кончик. Но как-то цены пошли сильно вверх. И кончик у неё довольно быстро стирается. Поэтому эту кисть надо менять довольно быстро. И вот эта кисть, она помягче. Она помягче вот этого колонка. И у этого колонка, у него чуть-чуть кончик длиннее. Да понятно, что тут у рублёва, у моего, у неё уже кончик стесался. Вот, это как бы мои самые любимые кисти. Хотя вот сейчас, наверное, я в следующий раз буду покупать вот эти две кисти в более маленьких размерах. Если смогу купить на этом сайте, у этого продавца, то я их буду искать. Потому что рублёв очень быстро стирается кончик. И получается, что кисть надо менять часто. Это довольно тоже затратно по деньгам. Возвращаемся к этим кистям. Рублёв помягче. Ну, понятно, потому что у него синтетика с колонком. Здесь, как заявляет производитель, чистый колонок. К этому длинному колонковскому кончику я привыкала очень долго. Именно из-за того, что он очень длинный. То есть, им ведёшь, во-первых, ну, понятно, что от таких острых кистей в кюветке с краской всё время образуется дырка. Ну, ладно, этому привыкаешь быстро. Но надо ещё привыкнуть к тому, что в первое время нужно следить за этим кончиком. Что он такой острый, он такой длинный. Поначалу делаешь ошибки, но когда к нему привыкаешь, это восторг. Хотя, по мне, всё-таки, она чуть-чуть жестковата. Я бы хотела, чтобы она была капельку помягче. Вот прям капельку. Я ими немножко поработала. Мне кажется, они чуть-чуть размягчились. Но я бы всё-таки ещё предпочла немножко. И вот можете посмотреть с обычным колонком, какая длина кончика. Вот, посмотрите, какая разница. Это просто небо и земля. Так, и ещё одна кисть. Она тоже заявлена, как обычный колонок. Просто колонок. У неё очень похожий ворс на эту кисть. Я бы даже сказала, это одно и то же. И кончик, сейчас мы с вами посмотрим. Но он, на самом деле, тоже очень похож. Единственное, что она не сколотная и не такая красивая. Тоже её тяжело промочить, потому что ворс довольно жёсткий. К сожалению, у меня тут вот из натуральных кистей только вот эта вот одна чёрная кисть. Я думаю, что это всё-таки натуральная белка. И натуральная белка именно. Мягкая. Я всё-таки люблю жёсткие кисти. Поэтому вот именно про вот жёсткие кисти я вам расскажу. Вот. Видите, кончик у неё тоже довольно длинный. Он немножечко кажется покороче, чем вот на соседней кисти. Но, тем не менее, кисть тоже неплохая и тоже похожа на колонок. И она мне тоже немножечко жестковата. Как будто бы мне хочется капелькой помягче. То есть вот эти вот две кисти по мягкости, они мне больше подходят. Но они мне нужны вот в таком размере. И больше. Но больше у меня есть вот в таком нужном размере. И последняя кисть флейт, чтобы смачивать с обратной стороны и с лица бумагу. Коза. Это она окрасилась, конечно, потому что я рисую много синим. Мочить её не буду. С ней так всё понятно. Она не лезет. Она очень нежная. То есть даже если вы будете смачивать солиозу, не будете на кисть давить, то она не поднимет нижний слой краски. Ну, если так легонечко провести. Вот. И в принципе ей даже можно писать. Кстати, сейчас вот вылезла одна ворсинка. Но вообще я бы не сказала. Я до этого не замечала, чтобы из неё что-то вылезало. Её можно купить в разных ширинах. И та ширина, которая небольшая, её даже можно использовать именно для того, чтобы ей писать. Не только мочить бумагу, но и писать. Прям делать живопись. Итак, подведу итоги. На Алиэкспресс у этого продавца очень качественные кисти относительно цены. Доставка всё у меня прекрасно приходила. Я несколько раз заказывала. Заказывала ещё своим ученицам. Все тоже довольны. По тому, что лезет ворс. Вот сейчас я первый раз только увидела у этой кисточки. Но я ей давно работаю уже. Поэтому я не могу не угрешить. Видите, она действительно качественная. Я думаю, это случайность. Из вот этих кистей ничего у меня не лезло. Возможно, что из вот этой. Или этой. При первом намачивании могла вылезти какая-то одна-две ворсинки. Но так бывает. Вы знаете, даже в качественных кистях первое намачивание белка может там одну-две ворсинки отдать. Но потом они не лезут. Вот. Значит, кисти качественные. И у меня к ним нет никаких претензий. Если я найду кисти какие-то еще лучше, я вам сниму обзор. Спасибо, что смотрели мое видео. Если понравилось, ставьте лайки. И до новых встреч. С вами была Дарья Поздняк. Субтитры создавал DimaTorzok